Приветствую вас в третьей части и вот я довязала 6 треугольничков на наши крылышки. Их пока отлаживаете в сторону и продолжаем вязать детальки. Сейчас я вам покажу, как связать плавничок на кончике хвоста. Снова набираем цепочку из воздушных петель. Нам их нужно 9 штучек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаем снова воздушную петельку и во вторую петельку от крючка получается нам нужно снова сделать убавление. Но мы сделаем его классическим способом. Во вторую петельку от крючка захватываете ниточку и в третью захватываете ниточку. У вас на крючке 3 петельки. Соединяете их общей петелькой вершиной. Сделали убавление. Теперь нам нужно провязать 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6. В последнюю петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. 1 столбик и сюда же второй столбик. Сделали прибавление. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Первую петельку от крючка мы сейчас будем делать прибавление. То есть 2 столбика без накида провязали в одну петлю. Провязываем снова 6 наших столбиков, которые мы провязывали в первый раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь нам нужно сделать убавление. Берем, вводим крючок в первую петельку, захватываем ниточку. И во вторую петельку захватываем ниточку. Соединяем 3 петельки общей вершиной. Сделали убавление. Делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь мы должны снова в начале ряда сделать убавление. То есть, как вы заметили, с одной стороны мы делаем прибавление, с другой стороны убавление. И у нас вот это чередование, если, к примеру, с этой стороны мы делали убавление, то с другой стороны это у нас тоже убавление. С этой стороны прибавление, значит с этой стороны и с этой мы делаем только прибавление. То есть мы сейчас начнем с убавления. Захватываем первой, вводим первую, так сказать, в первую петельку крючок, Захватываем ниточку в первую петлю и во вторую вводим крючок, захватываем. У нас 3 петельки, соединяем общие вершины. Провязываем 6 столбиков наших средних, которые всегда будут неизменны. 2, 3, 4, 5 и 6. А в последнюю петельку мы будем делать прибавление. 1 столбик и сюда же провязываем второй. Снова делаем воздушную петельку и делаем с этой стороны уже прибавление в первую петельку. Провязываем 2 столбика без накида. Провязываем дальше 6 столбиков наши. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Как вы поняли уже, сейчас следует убавление. Захватываем ниточку. В следующую петельку ныряем, захватываем ниточку и 3 петельки соединяем общей вершиной. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Вторую вытягиваем. И вот так вот обрезаем ниточку. Теперь затяните хорошо воздушные петельки, которые мы сейчас набирали последними. Они у вас закрепили, так сказать, ваш плавничок. Вот такие детальки вам нужно сделать 2 штучки. Как вы уже поняли, эта деталька у нас с хвостиком. И если у вас хвостик будет однотонный, черненький, то вы вяжете обе части 2 черненькие. Если же у вас плавничок, так сказать, как именно с мультика, то в мультике, как вы помните, у него был один плавничок, так сказать, его, как часть тела. А второй плавничок был, как сказать, искусственным, приделанным. Поэтому или же делайте и первую, и вторую детальку черненьким цветом, однотонную, то есть хвостик. Либо одну детальку делаете черненьким, а вторую делаете красненьким, как это сделала я. Хотите, можете сделать все-таки и ту, и ту детальку черненьким цветом. В общем, решать вам на этом этапе плавничок, который у нас на хвостике окончен. А сейчас мы с вами будем делать плавничок на основании хвоста, тоже будем вязать прямыми и обратными рядами. Делаем цепочку из воздушных петелек, 2 штучки. Одна петелька и вторая петелька. Теперь провязываем во вторую от крючка 3 столбика без накида в одну петельку. Один столбик, сюда же второй, и сюда же третий столбик. Делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь провяжем каждую петельку по столбику, то есть 3 столбика. Один столбик, во вторую петельку второй столбик, третью петельку третий столбик. Снова сделаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь мы провяжем в первую петельку от крючка прибавку 1 столбик и сюда же второй столбик без накида. И довяжем 2 столбика в каждую петельку по столбику. Один и второй столбик. Делаем снова воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь мы провяжем 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику и в последнюю сделаем прибавку. Один столбик, второй, третий и в последнюю делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку, один столбик и сюда же делаем второй столбик. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем дозанью. Сначала мы сделаем первую петельку прибавления. Одну, один столбик и сюда же второй. А 4 остальные петельки мы провяжем по одному столбику в каждую петельку. 1, 2, 3 и 4. Снова воздушная петелька. А вот следующий ряд мы с вами провяжем уже чуть-чуть по-другому. Делаем в первую петельку прибавления. 1 и второй столбик сюда же. Провязываем с тридней 4 петельки по столбику. 1, 2, 3 и 4. И в последнюю петельку мы с вами провяжем прибавления, как и в начале ряда. 1 столбик и сюда же второй столбик. Делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. В первую петельку снова сделаем прибавления. 1 столбик и сюда же столбик второй. Средние 6 петелек до последней петельки мы провяжем по столбику в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 средних петелек по столбику и последнюю делаем снова прибавление, как и в предыдущем ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. И теперь у нас вот этот треугольничек, который получился, так сказать, условный треугольничек, мы должны обвязать столбиками без накида. Начинаем обвязывать по периметру, то есть этот, так сказать, треугольничек. Две вот эти стороны, которые у нас неровные, мы должны провязать. И вот видите, так сказать, с небольшим интервалом между рядами и в рядах начинаем обвязывать. Ничего сложного нет, я думаю, в принципе, с этим справится, так сказать, даже начинающая вязальщица. Вот эту ниточку постарайтесь где-то в вязании плести, чтобы она у вас не мешалась, так сказать. И обвязываете с одной стороны, а затем приступаете с другой стороны. Плавненько переходите обвязывать с другой стороны. Ничего сложного здесь, я думаю, вы не увидите. Как обвяжете, в принципе, так и будет. Ничего страшного, если что-то там у вас не получилось. И вот мы дошли до, так сказать, уголка. В него мы делаем соединительный столбик и делаем воздушную петельку. Вот эту воздушную петельку, хотите, можете, даже две, чтобы наверняка вытягиваете. Оставляете небольшую ниточку, чтобы пришить можно было этот плавничок. Я думаю, что на него не стоит потом присоединять. И хорошо затяните вот здесь вот ниточку. Вот эту ниточку, которую мы с вами ввязали, так сказать, в обвязывание, хотите, еще можете пропустить через ниточку. Хотите, в принципе, если вы уверены, что вы там хорошо ее, так сказать, ввязали, можете уже не крепить, а просто обрезать. Я еще немножечко для уверенности ее продела. Обрезаете ее до конца, чтобы ее не видно было. Вот у вас получается вот такой вот плавничок на основании хвоста. Такие детальки вам нужно сделать тоже две штучки. На гладке берем ниточку, либо салатового цвета, либо светло-желтого, какого-то такого интересного. Можете просто беленький. В общем, берем ниточку, делаем кольцо амигуруми и закрепляем колечко. В него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делали 6 столбиков без накида. Не спешите стягивать колечко. Сейчас мы наберем 5 столбиков с одним накидом. Без воздушных петелек подъема просто делаете сразу накид. Вводите колечко и делаем столбик 1 с накидом. Затем далее накид, второй столбик провязываем с накидом. Накид, третий столбик провязываем. Накид, четвертый столбик. И накид, пятый столбик. А вот теперь придерживаем петельку и стягиваем 11 наших столбиков. То есть 6 без накида, которые и 5, которые с накидом. Стягиваем хорошо, чтобы не было дырочки. Вот здесь вот. Видите, получилось вот так вот без дырочки. Все красивенько стянуто. А теперь делаем первую петельку столбиков без накида провязанных. Соединительный столбик. Делали соединительный столбик и в следующую петельку провязываем 1 столбик без накида. Теперь далее провяжем 4 столбика с одним накидом. То есть без петелек подъема. Просто делаете накид. И в следующую петельку провязываете первый столбик с накидом. Далее накид в следующую петельку провязываете столбик. Это второй. Накид в следующую петельку третий столбик. Накид в следующую петельку четвертый столбик с накидом. Теперь снова делаем соединительный столбик. и продолжаем следующую петельку делаем столбик без накида следующую петельку делаем прибавку то есть два столбика без накида в одну петлю следующую по кругу делаем снова прибавку два столбика без накида в одну петлю следующую делаем тоже прибавку два столбика провязываем без накида в одну петлю далее в следующую петлю 1 столбик без накида и теперь делаем следующую петельку вот в эту туго затянутую соединительный столбик если хотите можете взять крючочек потоньше и сделать соединительный столбик потоньше крючком но в принципе можно и этим я вот немножечко так схитрила поменяла крючок на тонкий в общем делаем соединительный столбик и еще раз в следующую петельку она будет не так уже туго идти делаем еще один соединительный столбик вот так теперь вытягиваем нашу ниточку и обрезаем для пришивания оставляем где-то сантиметров 16 вот так где-то не слишком маленькую вот у нас глазик готов но как вы видите он такой круг кругленький овальненький такой вот с одной стороны у нас идет такой более как сказать расширенная часть а с другой стороны более плотная то есть где столбики с накидом получается у нас будет так сказать здесь еще вытянуты немножечко то есть когда вы будете пришивать глазик немножечко вот с этой стороны где столбики без накида вам нужно будет при пришивании немножечко вышить вышить вот этот вот уголочек то есть перед зрачком так сказать черный вот вот здесь а там где столбики с накидом это у вас будет задняя часть от глазика точно так же как правый так и левый при пришивании снова вам нужно будет здесь вот вышить я же варюши треугольничек и все у вас принципе глазик основка готова не забывайте оставлять ниточку для пришивания чтобы потом не присоединять и нам осталось сделать зрачок зрачок нам нужно взять снова черную ниточку сделать кольцо амигуруми и закрепить его в него набираем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 придерживаем петелечку последнюю стягиваем колечко и первую петельку первый столбик нам нужно сделать соединительный столбик вытягиваем соединительный столбик и обрезаем ниточку оставляем небольшой кусочек для пришивания вот эта ниточка что сзади у нас в начале набора петель ее нужно будет отрезать чтобы не мешало и как вы видите берем наш глазик приставляем сюда вот наш зрачок и получается вот такой замечательный глазик не хватает только треугольничка заостренного в начале глазика вы его потом просто до вышиваете таких деталей к вам нужно сделать по две штучки два глазика и два зрачочка и последнее что нам осталось в принципе связать из деталей это передние и задние лапки делаем кольцо амигуруми закрепляем и набираем него 6 столбиков без накида 1 столбик 2 3 четвертый четвертый пятый и шестой придерживаем петельку стягиваем колечко во втором ряду мы делаем каждую петельку по три бабочки то есть провязываем по два столбика без накида в каждую петлю так первая петелька будет немножечко затянута аккуратненько проденьте рассчитала с протягиванием и так первый столбик второй столбик первую петлю во вторую петлю первый столбик второй третью петлю первый столбик второй четвертую петлю первый второй пятая прибавочка и шестая прибавочка в конце второго ряда у нас 12 столбиков получилось по кругу третьем ряду мы будем добавлять 6 прибавочек делать поэтому будем чередовать столбик без накида во вторую прибавочка столбик без накида во вторую прибавочка в общем будем делать во все четные прибавочки нечетные будем просто провязывать столбик и так первый провязали просто столбик второй сделали прибавочку два столбика третий просто столбик четвертую прибавка, в пятый провязываем столбик, в шестой прибавка, в седьмой столбик, в восьмой провязываем прибавку, в девятый столбик, в десятый прибавку и последний раз столбик и прибавка, провязали третий ряд, добавили 6 петелек, у нас получилось 18 столбиков без накида провязано по кругу вместе с прибавками, четвертый ряд мы провяжем эти 18 столбиков только за заднюю стеночку, то есть первый столбик за заднюю стеночку, второй столбик за заднюю стеночку, третий столбик за заднюю, четвертый столбик за заднюю, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и последний восемнадцатый столбик, далее провяжем, получается у нас сейчас идет пятый ряд, мы провяжем эти же восемнадцать столбиков, но уже за две стеночки, за обе, итак первый столбик, второй за заднюю стеночку, за обе стеночки, один ряд только мы провязали за заднюю, сейчас мы продолжаем ряд провязывать за обе стеночки, то есть этот ряд провяжем как обычный, восемнадцать столбиков по столбику в каждую петельку провязываем, все без изменений, провязываем до конца, и тут все уже у меня провязано, и теперь будем следующим образом провязывать, провяжем два столбика без накида, один и второй рядышком в соседнюю петельку, теперь сделаем убавление за две передние стеночки, ныряем, захватываем на крючке две петельки, еще раз ныряем, захватываем ниточку, все, провязали две петельки, делали убавление, теперь провяжем 12 столбиков без накида, итак первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, и последний столбик двенадцатый, теперь тоже сделаем в конце ряда две петельки за передние стеночки, сделаем убавление, ныряем, захватываем ниточку, две петельки на крючке, ныряем, захватываем ниточку, проводим через две петельки, оставшиеся на крючке, теперь седьмой, восьмой ряд мы провяжем по столбику без накида в каждую петельку, то есть в конце этого ряда у нас 16 петелек, 16 умножить на два ряда, это 32 столбика без накида, и начинаем, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, тридцать первый, и последний, тридцать второй, провязали 32 столбика, а теперь девятый ряд провязываем так, два столбика без накида, теперь делаем убавление за две передние стеночки, все как обычно, сделали убавление, провязываем теперь столбик без накида, и снова убавление за две передние стеночки, провязываем столбик без накида, и сделали убавление, и довязываем до конца ряда 9 столбиков без накида, 1, 2, 3, 8 и 9. Довязали 9 столбиков. А теперь 10 ряд провяжем. У нас в конце ряда этого получается 14 петелек. Провяжем в каждую петельку по столбику. То есть 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 13 и 14. Довязали 14 столбиков. А теперь провяжем 2 столбика без накида. 1 и 2, соседнюю петельку. Теперь сделаем убавление. Снова за 2 передние стеночки провяжем столбик без накида. Вот оно убавление наше. Теперь столбик без накида и снова убавление. До конца ряда нам нужно довязать всего 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Довязали до конца 11 ряда. 12 ряд нам нужно провязать в каждую петельку по столбику. То есть 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 11 и 12. Довязали до конца 12 ряд. У нас по кругу 12 столбиков без накида. И теперь смотрите. 13 ряд отличается для передних лапок. Я вам сейчас покажу. А затем покажу, как провяжем для задних. То есть только 13 ряд отличает передние лапки от задних. Сейчас я вам буду показывать, как делать передние. Итак, 13 ряд для передних лапок. 1 столбик без накида провязываем. Затем делаем 4 соединительных столбика. 1 столбик, то есть захватываем ниточку и пропускаем через первую. Вторую захватываем ниточку, пропускаем через первую. Третью захватываем, пропускаем. И четвертую. Своего рода такие вот протяжки. Делаем соединительные столбики. Теперь 2 столбика без накида. 1 столбик и 2 столбик. После этого делаем 4 полустолбика с накидом. Делаем накид и полустолбик. В петлю вводим крючок. Захватываем ниточку. У вас на крючке 3 петельки. И вот эту крайнюю петельку пропускаем через вторую и третью. То есть первую по счету от крючка. Через вторую и третью. Вот он первый полустолбик провязан. И так нужно сделать 4 раза. Делаем накид. Вводим крючок. Захватываем ниточку. И первую пропускаем через 2 последующие. Вторую и третью. Может с первого раза не получится. Честно говоря, это... Я не очень, честно говоря, люблю эти полустолбики делать. Но приходится иногда. Делаем второй полустолбик. Теперь снова делаем накид. Ныряем. Захватываем третью петлю. И пропускаем третий полустолбик. И снова накид. Ныряем четвертый полустолбик. Сделали 4 полустолбика. И заканчиваем столбиком без накида. Все. Довязали мы этот тринадцатый ряд. И далее продолжаем как для лапок передних, так и задних. 14 и 15 ряд. Просто нам нужно провязать эти 12 петелек, которые по кругу. 12 столбиков без накида. То есть 24 это 2 ряда. И начинаем. 1. 2. Будет туговато немножко. Постарайтесь. 3. 4. В каждую петельку. Постолбику. Пятый. 23. И 24. Довязали 2 ряда наших столбиков без накида. И 16 ряд. Провяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Затем сделаем 2 прибавки подряд. То есть 2 петельки по 2 столбика без накида. Первая петелька 2 столбика без накида. И вторая. 1 и сюда же 2. Сделали прибавки наши. И теперь довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 довязываем. У нас в конце ряда благодаря прибавкам нашим получилось 14 петелек. 14 столбиков с прибавками. 17 и 18 ряд мы провяжем 28 столбиков без накида. То есть по 14 петелек 2 ряда. 17 и 18. По столбику в каждую петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 и 28. Довязали до конца 18 ряда. Делаем соединительный столбик. Своего рода протяжку. И вытягиваем длинную ниточку. Сантиметров где-то 15-17 оставьте. И обрежьте ниточку для пришивания. Наша передняя одна ножка готова. Нам нужно таких детальки. 2 штучки. У меня 2 передние готовы. И я предварительно сейчас связала до 12 конца ряда. То есть там где у нас 12 столбиков без накида провязано. И сейчас покажу вам 13 ряд для задней ножки. Для задней лапки. Итак, 13 ряд для задней. 1 столбик без накида. Затем 4 полустолбика с накидом. То есть там у нас было 4 соединительных столбика. А здесь 4 полустолбика. То есть делаем накид. Ныряем, захватываем ниточку. И эту ниточку пропускаем сквозь вторую и третью петелечку. Может немножечко неудобно быть, туговато. Но вы попытаетесь. Это, честно говоря, ничего страшного. Может с первого раза даже не получится. У меня и с 15 раза не получается бывает иногда. Так что ничего страшного. Итак, первая. Затем накид делаем, ныряем. Делаем вторую. Второй полустолбик. Далее накид. Ныряем, захватываем. Пропускаем через вторую и третью петелечку. Третий полустолбик. Пропускаем почти. Ныряем и захватываем. Если вам удобно через другую сторону пропускать, пропускайте через другую. В общем, делайте как вам удобно. И последнее. Последний полустолбик с накидом. Ныряем и протягиваем. Вот, сделали 4 полустолбика с накидом. Теперь 2 столбика без накида делаем. Один и второй. А теперь делаем 4 соединительных столбика. То есть, как вы заметили, первый раз для передних лапок мы делали столбик без накида 4 соединительных столбика. А затем полустолбика с накидом. А здесь наоборот. Сначала идет у нас полустолбики с накидом, а сейчас идут соединительные. Итак, первый соединительный столбик, второй соединительный. Захватываем, ныряем, протягиваем. Третий соединительный столбик. И последний, четвертый соединительный столбик. И заканчиваем столбиком без накида ряда. Провязали тринадцатый ряд. В четырнадцатый и пятнадцатый мы провяжем 24 столбика без накида. То есть, 2 ряда по 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 и 24. Теперь провяжем 2 столбика без накида. Это у нас шестнадцатый ряд. Две прибавочки подряд. То есть, по 2 столбика без накида в каждую. Первую прибавочка, во вторую прибавочка. И довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. Один столбик, второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И теперь мы, получается, довязали шестнадцатый ряд, семнадцатый, восемнадцатый, как и в первый раз. В общем, в принципе, все, как вы заметили, без изменения. Только один тринадцатый ряд. Там мы провязали соединительные столбики сначала, а потом полустолбики. Здесь наоборот. Сначала полустолбики, а теперь соединительные столбики. В общем, семнадцатый, восемнадцатый ряд мы провяжем без изменения. Два ряда по четырнадцать столбиков. Это двадцать восемь столбиков. Итак, начинаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, двадцать семь и двадцать восемь. Делаем соединительный столбик и вытягиваем нашу ниточку. Обрезаем, также оставляем небольшой кусочек для пришивания. И задняя ножка у нас готова. С задних тоже нужно сделать две детальки. После того, как мы сделали четыре ножки, нам их нужно наполнить. Но наполняйте не так, чтобы они были прям чересчур такие забитые, деревянные, а так, чтобы они были нежненькие, мягенькие, в общем, красивенькие ножки. Две ножки задние, две ножки передние я уже наполнила. И мы с вами встретимся в четвертой части.